приветствую максим добрый вечер спасибо за то что согласился поучаствовать в нашем экспериментальном формате мы планируем больше рассказывать о том что происходит вокруг нас больше аналитики делать и конечно же если говорить про аналитику насчет белорусских событий то канал максима каца один из первых выходит в поиске белорусского и не только ютуба как так получилось как российский блогеры стал одним из основных информационных ресурсов о том которые рассказывают о том что происходит в беларуси но это больше стечения обстоятельств такое получилось во-первых я в принципе рассказывал о всяких изменениях в разных странах и вдруг на это начал возникать запрос стали смотреть люди из беларуси потом несколько знакомых это причем это было до выборов я сделал небольшой обзор про ситуацию перед выборами и внезапно получил большое внимание от белорусской аудитории потом когда начались события после выборов несколько знакомых моих попали в изоляторы на крестина пережили там очень неприятные дни и есть виталий шкляров с которым я знаком и он вообще там в уголовном преследовании подвергается находится в тюрьме уже давно и и как то вот это все привлекло наше внимание нашей такой редакции к событиям ну и потом это уже стало само раскручиваться что такое большое внимание к нашим этим видео что невозможно не делать да то есть у меня за прошлый месяц около миллиона уникальных посетителей из беларуси что-то по 10 процентов населения и конечно когда такое внимание то возникает какая-то такая ну то есть ты должен это уже дальше делать и мы это делаем с удовольствием всем в нашей редакции это нравится все любят видео когда про беларусь у нас сейчас в редакцию есть вот как раз человек который был в окрине окрестина и естественно он там активнее всего предлагает делать постоянно видео про беларусь мы делаем и получается ну как мне кажется неплохо у вас прям большая редакция такая потому что я думал что ты один все делаешь нет не сказать чтобы она большая у нас по теме вот по беларуси работает внутри человека так скажем да вот я и один консультант который будут по экономике по политологии такой и один вот как раз беларус который был там присутствовал во время событий там мониторит все источники и соответственно вот мы более-менее в троем белорусские видео еще и нас есть несколько местных белорусских консультантов которые иногда делают для нас какие-то материалы но это как-то давно можно не делали это в начале так вот мы активнее этим занимались насколько сложно я не знаю трудно вот погрузиться в эту атмосферу белорусских событий потому что происходит очень много всего и каждый день и мы вот например когда делали последний ролик на youtube должны были выпустить его еще в четверг вечером и так получилось что в связи с событиями там в пятницу в субботу дополнительные протесты лукашенко ляпнул про тихановскую и так далее у нас получилось это сделать только в субботу в воскресенье утром выпустить то есть субботу вечер пришлось не спать на канале максима каца уже в субботу вечером был ролик по актуальным событиям как так произошло и ну и насколько трудно конечно это все обрабатывать а действительно события быстро развиваются мы когда какие-то серьезные события происходят типа вот как с визитом в сизо мы прям сразу садимся все и пишем то есть я свой кусок там консультанты свои куски потом я собираю или кто-то другой собирает общем мы прямо сразу тадентом я сразу сажусь вот прямо здесь дома и записываю ролик монтажера уже готовы монтировать прошлый раз мы по-моему за пять часов или даже меньше за три с половиной за четыре часа смогли выпустить ролик ну потому что ну в таких ситуациях очень быстро возникает спрос у людей на аналитику и если как-то его не удовлетворить то люди начинают искать всякую фигню то есть там обращаются в анонимный телеграм-канал или к псевдоэкспертам или сами какие-то теории начинают выдумываться что почему как поэтому как бы надо надо действовать быстро ну и когда есть спрос на информацию на стараться ее давать в том удобном виде и качественную когда как возможно сколько возможно мы это стараемся делать не блокирует ли youtube продвижение потому что у нас есть такая проблема если использовать сцены насилия так называемое как они это преподносит то блокируется не только монетизация ладно там денег не будет с видео но и даже продвижение то есть видео не появляется ни на главной не в трендах не в рекомендованных и так далее у нас был один случай когда заблокировали продвижение и поставили 18 плюс метку но мы стараемся не ставить прямо жесткие сцены насилия хотя у нас был один ролик прям с жесткими сценами насилия его не заблокировали как-то то есть это как-то происходит по непонятным причинам монетизацию почти всегда снимают в роликах про беларусь когда ее не снимают тогда там кассовые сборы как от трех других роликов или от четырех но это бывает очень редко то есть последние два ролика очень хорошие получились вот один на 650 по моему тысяч просмотров сейчас уже сегодняшний утренний по моему 250 набрал за день с них с обоих сняли монетизацию но это ничего страшного они все приносят новую аудиторию новая история смотрят другие ролики то есть ну и вообще это для меня проект не столько коммерческий сколько просто я так вы назвали меня российским блогером на самом деле российский политик да то есть я занимаюсь российской политикой то что я веду параллельно блога это как бы на побочная деятельность так что мы говорим то что важно а что получается то получается но youtube представляет хорошие возможности для монетизации для построения редакции на эти средства вот эти все быстрые монтажи вот эти картинки которые у нас в роликах это все конечно мы можем делать только благодаря тому что в ютубе есть хорошие инструменты для монетизации контента раз тем политики затронули тогда пару слов и об этом как белорусам победить именно вот в той ситуации которая сейчас есть с учетом вот того что было массовых протестов не совсем удавшихся забастовок выходов на улицы самых различных форм протеста начиная от финансового давления на власть неуплаты коммуналки до там не знаю игнорирования судов и так далее какая форма протеста лучше как победить и что нужно доносить людям в первую очередь тут очень важно принцип программистов использовать не нужно чинить то что не сломалось есть очень действенный протест который сейчас происходит это массовый мирный последовательный протест который вовлечено все общество и он приносит очень высокие результаты очень серьезные большие результаты то есть за два месяца практически полностью утрачен авторитет лукашенко утрачена вот это вот флер который у него был стабильного какого-то политического режима центра европы который значит такая тихая гавань бывших советских стран где все стабильно нет этого уже нету это уже никогда не вернется и это два месяца достижения белорусского протеста мирного протеста который происходит то есть если два месяца назад он там мог повелевать всем кого угодно посадить и все такое рассказывать что там эти люди какие-то там позиции это какие-то жулики и что-то подобное то сейчас он вынужден ехать к ним в сизо проводить с ними там переговоры это очень серьезное изменение его статуса он у конечно же упадет то есть не может удержаться в такой ситуации диктатор непонятно в каком формате это просто как именно произойдет нету понятной схемы но а давление которое оказывают жители беларуси на систему очень хорошо работает вообще вчера совершенно невиданное дело произошло вот этот марш пенсионеров и главное как они вот кадры как из фильма как они побежали через дорогу спасать медиков которых хотели задержать это дело невиданное то есть не никаких революциях не было вот такого чтобы был марш пенсионеров что пенсионеры запротестовали пенсионеры никогда не протестуют это обычно самая консервативная часть общества опора любого политического режима и хоть автократии хоть демократии любого а тут они выходят массово много и еще так активно и пенсионеры это показывает что все общество вовлечено и если продолжать с этим давлением то так или иначе непонятно как вот все хотят узнать как именно непонятно как но так или иначе это случится то есть давление сработает время работает на протест не на не на лукашенко поэтому такое настойчивое последовательное давление вот теперь же сложилось вот по субботам выходят женщины да по воскресеньям выходят все по понедельникам выходят пенсионеры может быть со временем сложится еще что-нибудь что по четвергам еще кто-нибудь выходит там рабочие там школьники начнут выходить я не знаю то есть это все очень хорошо это демонстрирует и не единство общества нет никакой атомизации все попытки как-то раздробить не срабатывают и все это дело идет к победе ну вот в текущих революциях она редко бывает быстрая вот в украине даже три месяца заняло хотя янукович там не был такой крепкий близко даже как лукашенко в плане крепкий его режим да и количество ну и вот единообразие режима какой-то да вот едином начале и даже там и за него три месяца то есть это может занять какое-то время но последовательное давление оно приведет к успеху но будем надеяться очень на это рассчитываем потому что у многих как это по законам психологии бывает яма апатия небольшая но тем не менее все продолжается и мотивации стимула протестовать власти конечно же не отнять это опять же брутальное избиение и на марше в воскресенье то есть выдана видно было карт-бланш в понедельник тоже светошумовые гранаты против пенсионеров потом поджог якобы как оказалось не все там стыкуется поджог отдела милиции якобы с коктейлями молотова пока там очень много вопросов например про то что в прокуратуре в жодинской по моему тоже подожгли двери никто ни слова не написал а тут все госсми раструбили про вот это вот нападение якобы на советское рвд а мы конечно про это написали и показали что по законам физики это кидали все все таки с советского рвд ну а мы пока что остаемся в контексте больше не ютуба телеграма мы я говорю про нашу редакцию потому что все таки очень много событий крайне много событий которые здесь сейчас происходят и пока про них написать рассказать на ютубе это пройдет время и конечно же отдаем приоритет телеграму про телеграм может пару слов насколько он важен в контексте происходящих событий и насколько его роль может быть видна и в россии то есть в россии до пытались заблокировать в россии не удалось и сейчас очень много ну вот сомнений по поводу того кто лидер в российском рынке телеграм потому что я знаю что есть маш есть мдк есть какие-то паблики якобы инсайдерские был какой-то футляр от виолончели которого то ли заблокировали то ли прижали то есть очень все непонятно если можно было бы понятным языком рассказать что происходит но смотрите во первых про белорусский телеграм все видно по количеству подписчиков у нехты количество подписчиков перевалило в какой-то момент за два миллиона сейчас я видел вернулась назад но это с большим отрывом самый крупный русскоязычный телеграм-канал вообще из существующих это говорит о том что люди используют телеграм для получения информации о происходящих событиях в острые моменты они подписываются на то где есть откуда получать информацию и там ее собственно получают поэтому да телеграм очень влиятельен вот и и очень быстро то есть как только в беларуси стали пытаться отключать интернет да люди все подписались на нехту и на беломову еще и на другие каналы и стали просто вот читать информацию там значит российские власти и власти и вообще в целом российская система понимает эту особенность телеграма и поэтому практически весь российский телеграм превратился в такой достаточно помоечный рынок каких-то анонимных каналов которые пытаются наработать какой-то авторитет написанием тех или иных относительно интересных аналитических статей сочетания да то есть во первых какие-то те или иные интересные аналитических статьи во вторых какие-то выдуманные инсайды якобы что у них есть какие-то информаторы откуда-то и дальше ну они когда набирают количество подписчиков они это монетизируют через продажу постов да то есть если кому-то надо продвинуть какую-то линию он покупает посты в таких телеграм каналах и собственно на этом они живут это очень крупный рынок в россии он очень 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 большой то есть если говорить про каналы типа не зыгоря про такие крупные каналы вот то там речь может идти о нескольких миллионах рублей в месяц за просто блок на негатив то есть крупные компании даже государственные компании обычной компании просто платят им за блок на негатив чтобы они ничего негативного о них не писали посты могут быть по-разному стоить могут достаточно скромно стоить могут какие-то более крупные суммы но это такой большой рынок мы так как мы живем в информационной автократии и мы и белорусы белорусы уже практически справились со своей информационной автократией у нас это еще не близко нет но информационная автократия она вынуждена контролировать информационную повестку как-то вот она должна демонстрировать что все за нее что уводить внимание куда нибудь людей как нибудь их отвлекать от главного сеять вы в них сомнения вот это вот все и поэтому контроль медийных ресурсов для них очень важен телевидение они контролируют просто по факту и в россии и в беларуси телеграм-каналы они вот стараются покупать если не покупать либо напрямую просто купить контроль над каналом либо покупать какие-то в них размещения ну и конечно возникают каналы которые просто увеличивают свое количество подписчиков чтобы потом продавать такие размещения которые якобы от имени редакции идут что вот как бы мы вам хотим сейчас рассказать там inside или хотим чего-нибудь там вам там сказать якобы от имени редакции в в реальности заказчик таких публикаций кто-то другой ну я могу привести пример собственно я не знаю насколько это в тему вот но мы как раз с вами познакомились на почве того что у вас вышла реклама одного такого канала кремлевский мумковед и я просто сегодня специально для эксперимента вот после того как вышла реклама нехты подписалась какое-то количество белорусов на него я к ним обратился чтобы купить размещение у них против протеста да вот чтобы специально вот мы написали им в их там отдел продающие посты чтобы узнать у них можно ли сделать какое-то размещение что там тихановская неправильно действует что лукашенко молодец и что протест сдувается и всякое такое и вот как раз и выяснилось что в результате этого общения что они готовы за очень скромную в данный момент сумму за 50 тысяч рублей до разместить пост они даже подготовили нам материал который можно вот если оплатить даже и разместить у них где вот как раз говорится что типа там фактор усталости протестов постепенное снижение количества протестующих что европейским странам выгодно чтобы россия ослабла и тихановская поэтому значит там мутит воду то есть вот такого рода посты то есть они отказались размещать напрямую что лукашенко молодец да и вот но они совершенно спокойно согласны разместить вот такой вот вот такой немножко боковой заход чтобы люди как бы у них в голове отложился протесты сдуваются да вот нечто подобное а и такие телеграма не так и живут то есть в общем очень важно если вы как-то стараетесь черпать информацию ну адекватную просто ни в коем случае не подписываться на анонимные телеграм-каналы не бывает адекватных анонимных телеграм-каналов не бывает анонимных телеграм-каналов с какими-то реальными инсайдами да то есть людям кажется что это может быть что кто-то сидит в администрации президента россии и строчит инсайдов анонимный телеграм на самом деле этого не бывает все эти инсайды выдуманы и это например показали когда у нас здесь менялся премьер-министр там когда сняли медведева это было самое неожиданное политическое событие в россии там последние годы вдруг взял путин и вышел с речью и снял медведева и назначил другого премьера ни один канал не дал инсайд об этом до того как случилось и ни один канал не дал инсайд о том что новым премьер-министром будет мишустин которого знать никто не знал то есть когда реально какие-то события происходят никто никаких инсайдов не дает потому что эти все инсайды выдумываются да они выдумываются и потом когда если кто-то случайно попадает то они пишут вот смотрите мы такие осведомленные на этом выстраивается их якобы авторитетность и потом они продают вот такой вот размещал его, как я вот у них почти купил. Ну, я, конечно, не стал покупать, я просто сделал эксперимент, да, на предмет, можно ли купить вот сразу на следующий день после размещения рекламы в нехте, можно ли купить пост о том, что белорусский протест сдувается. Вот можно. То есть, вот так они работают. Очень важно ни на что такое не подписываться. В Беларуси, кстати, я вот подписан на нехту, я подписан на Беломову, но вот с нехтой понятно, кто ведет. С Беломовой я не знаю, кто ведет, но там видно, что там ничего подобного не происходит, да, то есть, там никто не продает никакое размещалово, там как-то все оно... То есть, люди реально ведут эти телеграм-каналы по своему разумению и усмотрению, да. В России такого нет, да, то есть, в России так ведутся только именные телеграм-каналы. Вот можно там Варламов, да, вот на Варламов можно подписаться, он ведет, он отвечает за то, что он пишет, у него там редакция и сам он, или мой канал, или другие, или Навальный, да, вот тоже он сам пишет. Ну, анонимный телеграм-канал, это вот всегда вот подобного рода помойки, вот как я рассказал, так и работающие. Все три канала, я так понимаю, разместили, ну, согласились разместить этот пост? Нет, 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 ну, во-первых, там третий, вот из рекламируемых нехтей, да, имеется в виду, нет, смотрите, третий, там был Сталин Гулаг. Сталин Гулаг – это хороший канал, не анонимный, известно кому принадлежащий, это адекватный, хороший парень, который, ну, дает адекватную политическую аналитику, у него есть свой YouTube, он, он как бы нормальный. Два других канала, да, они, оно один, мы там попросили, мы там спросили про размещение о Навальном, мы не, про Беларусь у них не стали спрашивать, мы, вот тот, который маленький, Шептун, что ли, мы спросили, можно ли разместить, что Навальный работает на запад и отравился там сам, ну, вот эту всю байду запросто, они почему-то полтора миллиона запросили, видимо, по Навальному высокий прайс. А это сколько в долларах? Полтора миллиона рублей, что там сейчас, 22 тысячи, что ли, долларов? Ну, там, на Навального, видимо, высокий прайс, потому что по Навальному все размещают из российских государственных этих, все бегут на перегонки поразмещать что-нибудь про Навального, поэтому там такие разные версии, одни придумают одно, другие другое, то высокий сахар, то низкий сахар, то сам отравился, то есть, видимо, на Навального высокий прайс. На Беларусь прайс низкий, то есть, про Беларусь разместить, что протест сдувается и Тихановская работает на запад, 50 тысяч рублей, да, казалось бы, в более крупном, более крупном канале. Так что, вот, два канала они, да, согласились легко, а Сталин Гулаг я даже не пробовал обращаться, потому что я знаю, как он продает рекламу, он адекватный парень, хороший, даже мне было странно, почему он попал в эту вот подборку к этим двум, да, было странно, как так вышло. Вот. Но подборки составляются независимо зачастую друг от друга. Есть такой блогер Артемий Лебедев, что можно про него сказать, потому что многим, наверное, все-таки из Беларуси раньше казалось, что человек толковый, какая-то аналитика, ну, умер и умер, ну, проанализировал, проанализировал, а как оказалось, позже все-таки, ну, немножечко что-то не то пошло, особенно с началом белорусских протестов. Про Лебедева у меня будет ролик скоро. Это сложная история. Это человек, вообще он один из таких отцов-основателей Рунета. То есть он был одним из первых вообще, по-моему, это была первая студия веб-дизайна вообще в России. Они делали Яндекс вначале, они делали первый сайт Альфа-Банку, они, в общем, очень много всего делали. Это прямо вот такой истоки Рунета, это вот Артемий Лебедев. Очень многие люди в России, в том числе я, начинали как бы вообще знакомиться с тем, что происходит в интернете по его ЖЖ. Я читал его ЖЖ там в 2000 каком-то там что-то 10-м, 9-м году. Мне было очень интересно, что он там пишет. Я следил за его путешествиями. То есть довольно многие люди, он какое-то занимал место в их жизни. А, к сожалению, в последнее время у него поехала крыша. Просто вот я даже не могу назвать что-то по-другому, потому что он, когда он завел YouTube, он стал туда вещать просто какую-то дичь. Как это объяснимо, я не знаю, почему он стал вещать дичь. То ли, может быть, это какой-то кризис среднего возраста. Может, ему там наступил такой возраст, что ему стало хотеть, вот он красит волосы в синий, там ему хочется выглядеть подростком. Я не знаю, я не психолог, да. То ли он просто у него, я не знаю, все ему в жизни надоело, и он решил злить людей просто и смотреть, как они бесятся. Ему это нравится. То есть, ну, там, я не знаю, простейшие какие-то примеры, да. Когда сбили украинский самолет над Ираном, он там начал вещать, что это вовсе даже не Иран сбил, а самолет там сам упал, потому что он старый, да. Но здесь это нелепая глупость, самолеты не падают, потому что они старые. Иран довольно быстро признал, что это он сбил, да. Но то, что он говорит про Беларусь, это полнейшее безумие. Он приводит всякие сравнения, что, типа, якобы, если бы там в Германии выложили бы данные силовиков, то тогда бы там быстро бы всех арестовали, кто это сделал. Это, конечно, правда. Только проблема в том, что в Германии силовики занимаются борьбой с преступностью. А они не занимаются тем, что они бьют мирных людей, которые просто идут по улице. То есть здесь общество отвечает на то, что полиция просто перестала быть полицией и превратилась в бандитов. И это нельзя сравнивать с, как он говорит, адекватной страной, да, адекватной западной страной. Конечно, реакция была бы другая, да. Но он в последнее время по многим направлениям начал нести дичь. Про Навального он тоже там что-то рассказывает, какую-то фигню, что-то там, что... В общем, я даже не хочу повторять это. К сожалению, да, вот бывает так, что люди вот просто берут и сходят с ума. Это случается. Вот раньше было нормально, а теперь нет. Тот же самый человек, но раньше был адекватный, а теперь несет дичь. Бывает. Напоследок, наверное, все-таки чего бы... Важный вопрос, я думаю, чего бы не стоило делать или стоило бы делать меньше, не знаю, белорусам. Например, неоднозначно воспринимается перекрытие дорог или жечь покрышки. Что из... Какая из форм протеста и сопротивления все-таки, возможно, но не такая эффективная и... Я не знаю, мне сложно сказать. Тут каждый действует так, как считает правильным. Все то, что вот сейчас было перечислено, это форма мирного протеста. Перекрытие дорог – это форма мирного протеста, потому что никто не пострадает, никто, ничего ни с кем не случается, просто, ну, как бы парализуется движение в городе. То есть, люди таким образом выражают свой протест. Это нормально. Жечь покрышки посложнее. Это может напугать просто людей, что что-то горит. Ну, тоже, когда это не вызывает никаких опасностей, да, чтобы там никто не обжегся, да, то это тоже форма мирного протеста, хотя уже немножко меньше. Главное – выглядеть сильными. Вот сейчас белорусы выглядят очень сильными. Когда идет марш пенсионеров, когда все требуют не ходить, а вдруг идут, причем и пенсионеры, или девушки, или все вообще вместе, и когда требуют, чтобы не ходили с флагом, а все равно все идут с флагом, когда требуют, чтобы не ходили там к Стелле, а все идут к Стелле, то это выглядит очень сильно. Это демонстрирует, что власти не могут указывать людям, что им делать, что люди будут делать то, что они хотят, и что люди вот вчера решили пойти к тюрьме и пошли к тюрьме, и, соответственно, у всех возникает ощущение, что завтра они решат войти в эту тюрьму и освободить там политических заключенных, и это может произойти. Это очень создает нервное напряжение в системе. Я не говорю, что так именно надо сделать, да, это что именно будет сделано и как будет сделано, это решают те, кто протестует. Но когда производятся последовательные действия, массовые, масштабные, никак не обращающие внимания на требования властей и на пропаганду, то это очень эффективно и очень серьезное впечатление создает на, собственно, элиты и на Россию и на всех, кто может решить, что с Лукашенко можно о чем-то договориться. То есть это показывает, что договариваться с Лукашенко невозможно, он не контролирует обстановку в городе, в столице своей, он не контролирует обстановку в стране, и это все очень действенно. Но забастовки были очень действенны тоже, то есть когда государственные предприятия обыставали, собирались вот эти вот рабочие и скандировали уходи, это было очень сильно. А если это повторится, это будет тоже отлично. Но в принципе тоже уже много что сказано рабочими, уже тоже понятно, да, что они уже сказали и это услышано. Так что все эти формы протеста, они очень хорошо действуют. Я бы не сказал, что какие-то лыжи какие-то хуже. Кто как протестует, так отлично. Ну и точно уже напоследок власть Беларуси, казалось бы, что с катушек съехали уже давным-давно, но тем не менее вчера или позавчера заявили о том, что будут применять, готовы применять боевое оружие против протестующих. Перед этим светошумовые гранаты на марши пенсионеров, воскресенье, брутальные задержания, изменения. Это усталость власти от протестов, кто-то психанул, это форма запугивания, это попытка разделить на готовых к диалогу и якобы радикализированную часть общества, которая явно же будет сопротивляться вот этим действиям со стороны. Это все вместе. То есть Лукашенко, как автократ в такой системе, он продает всему своему окружению стабильность. Это единственный его продукт и товар. Вот зачем он нужен всем этим людям, которые бьют дубинками или которые управляют теми, кто бьют дубинками, или каким-то другим людям, которые управляют финансовой системой, которые управляют СМИ и еще чем-нибудь. Он им нужен для того, чтобы в стране было спокойствие и они спокойно могли рулить или воровать и делать то, что они делают, находиться на высоких позициях в системе и занимать там какие-то влиятельные посты. Он как такой проводник народной любви, превращающий ее в спокойное властвование. Когда он не может обеспечить это, это приводит к тому, что у людей возникают вопросы. Зачем он нам нужен, если он не может обеспечить стабильность? И если у нас целыми днями ходят по городу толпы протестующих, причем то девушки, то вообще все вместе, то пенсионеры, то еще кто, и он не может ничего с этим сделать. И начинается давление на систему. Давление всем понятное, со всех сторон. Давление от России, может кто-то начинать искать других потенциальных людей, которые могут это успокоить. Размышление о том, что может быть уже статус-кво вернуть нельзя будет и изменения все равно будут. Или просто страх, да, люди боятся, что вот сегодня они пошли к тюрьме, а завтра они освободят тюрьму, или завтра они займут какое-нибудь правительственное здание, и просто случится реально убежит ОМОН, уйдет полиция, и им придется всем бежать или оказаться в тюрьме. Страх. И все это создает давление на Лукашенко, чтобы он побыстрее закончил это все дело. Как-то справь все же с этим, что-то не может справиться, справь все уже, все требуют от него. Россия от него требует, скорее всего, элиты от него требуют, справь все уже с этим всем. А он не может. Вот он пытается и не может, он угрожает, он там что-то там придумывает, жульничает, арестовал всех, манипулирует, пытается выдвинуть из страны, не помогает. Российские пропагандисты приехали, да, рассказывали, что протест сдулся. Сколько уже времени они рассказывают. Приехали, уехали, ничего, ничего не... А протест каждый раз 100 тысяч выходил, 100 тысяч выходит. И это приводит его... Он пытается искать другие пути, как с этим справиться, что делать? Вот встретился в СИЗО с оппозицией. Думал, вдруг все успокоятся, решат, давайте не будем выходить на улицу, будем обсуждать конституционную реформу. А потом-то он там всех как-то обыграет. Не сработало. Сразу 100 тысяч вышло на следующий день. Давайте попробуем побить всех. Вдруг сработает. Не сработало. Пенсионеры вышли, да, это все, не сработало. Значит, давайте попробуем пугануть всех. Сейчас мы напугаем, что мы будем стрелять из боевого, и они не выйдут опять. Может, вдруг сработает, думает он. То есть он использует то, что можно, чтобы... Вот зачем эта техника приезжает? Каждый раз перед воскресеньем миллион сообщений. В Минск едет техника. Какие-то БТРы, черти что, едет в Минск. Она ни разу никак не использовалась. Она просто едет и уезжает. Зачем она туда едет? Чтобы все испугались. Ого, танк, я не пойду. Это же... Это продажа впечатлений. Да, едет танк, давайте я не пойду. Ну, можно ракету также покатать. То есть он ищет, что сработает. Он ищет, как сделать так, чтобы наконец-то это все прекратилось, чтобы кресло перестало шататься и стабилизировалось. А кресло все шатается. Люди все выходят. И никто не покупает эти впечатления. И никто не парится из-за едущего танка. И никто не боится этих заявлений. Люди выходят. И да, так он не удержится. И вот он ищет, что еще сделать. Ну и у него, по сути, не осталось вариантов. Осталось два стула на одном. Переговоры на втором. Что-то другое. Спасибо большое, Максим, за это интервью. Если это можно так назвать. Какой-то комментарий. Будем оставаться в контакте. На связи. Рад был знакомству. Спасибо. У меня пожелание. Пожелание к вам есть. Я хочу закончить. Смотрите, у вас очень большая сила сейчас появилась. У Нехты, да, у редакции вашей. Очень большая сила. И не только в Беларусь, но и в России. Я думаю, что с точки зрения россиян, подписанных на какой-либо телеграм-канал в Нехты, тоже сейчас лидируют. Я не думаю, что есть телеграм-канал российский, где больше россиян подписано, чем на Нехту. Очень важно не растратить этот авторитет на всякую ерунду. То есть нужно, чтобы у вас он сохранился. Это будет очень важно для развития и Беларуси, и России, и позитивных перемен в наших странах. Так что я надеюсь, что у вас это получится. Очень будем стараться благодаря вот в том числе объединениям и диалогу. Спасибо большое. Друзья, мы пообщались с российским блогером и политиком Максимом Кацем. Если вам было интересно и вы хотите продолжение такого формата, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и рассказывайте друзьям. В следующий раз мы постараемся сделать еще более развернутое и интересное, насыщенное интервью, возможно, с какими-то другими политиками, блогерами и общественными деятелями. Спасибо за просмотр. До новых встреч и хороших вам новостей.